Музыка Хотелось бы представиться, уважаемые жители города Южного, представляюсь по случаю предназначения на должность военного комиссара города Южного Одесской области. Воинское звание подполковник Котельников Сергей Владимирович. Хотелось бы вам довести некоторую информацию, которую в дальнейшем вы будете пользоваться. Будем оказывать вам соответствующую помощь в ваших жизненных проблемах и в работе дальше с военным комиссариатом. Согласно директиве Министерства обороны на базе города Южного создан военный комиссариат. Мы приступили к исполнению обязанностей своей в ноябре 2015 года. Задача военного комиссариата включает организацию по военным вопросам в городе, помощь жителям, организацию призыва, приписки молодых людей, призыва молодежи на службу, а также оформление и призыв молодых людей и жителей города, войнообязанных в частности, на службу по контракту вооруженных силах Украины. Вам уже не надо будет выезжать в определенные районы в Одесской области для оформления соответствующих документов или же мероприятия, связанные вам по военным делам в другие боенкоматы области. То есть на месте мы будем осуществлять полностью вопросы, связанные с Министерством обороны Украины. У нас проводятся в государстве мероприятия, связанные по набору на контрактную службу. Приостановлено решением Министерства обороны президента пока приостановлена седьмая волна мобилизации. Это связано с тем, чтобы в дальнейшем вооруженные силы Украины перешли на контрактную основу. То есть организация сама в вооруженных силах, переход вооруженных сил на контрактную основу связана с тем, чтобы повысить боевую готовность, специальность некоторых подразделений, повысить их профессионализм, в частности, специальности военнослужащих. То есть люди, прибывшие вооруженные силы, связывают свою судьбу в вооруженных силах, в дальнейшем обучаются, лучше относятся к своим служебным обязанностям. Все вы прекрасно знаете и видите, как в других странах проводится организация вооруженных сил, как проходят люди службу в других государствах, и на этом является основа вооруженных сил в других странах. Приглашаем в данный момент на контрактную службу лиц, не только которые проходили воинскую службу, но и лиц, которые имеют сродные специальности для прохождения по контрактной службе, и также лиц, которые тоже не имеют специальности, но готовы обучаться. То есть люди будут направлены в определенные учебные подразделения, где они получат навыки и знания воинской специальности. Какой порядок приема? Военкомат находится у нас по адресу строителей 7 в городе Южном. Лица, прибывающие к нам, пишут заявление на имя военного комиссара, мы его рассматриваем. В первую очередь лица, конечно, при наявности, принимаются по контракту, при наявности среднего образования, полного, не полное, а среднее или среднее образование, лица, которые не судимы и лица, которые не состоят на учете по состоянию здоровья годных воинской службы, но не состоят на учетах нарко-псих диспансерах или медицинских заведениях. Приоритет, конечно, чтобы не был судимый, имел образование и был готовый и здоровый к несению службы. Согласно указу президента о продлении срока пребывания в запасе и прохождении на контрактную службу, мы принимаем от 18 до 45 лет на контрактную службу. Контракт заключается в зависимости от воинского звания, должности, где находится войсковая служба. Солдат, сержанты заключают контракт три года, сержанты и офицерский состав пять лет. После прохождения срочной службы, ребята, которые находятся в вооруженных силах, они, конечно, да, они уже понимают, готовы они к дальнейшему прохождению связывать свою службу, или не готовы, но там сразу будет видно ему, когда он послужит. Возможный разрыв контракта, это связано и с состоянием здоровья человека разрывается, контракт по семейным обставинам, опять же, предусмотрено, семейным обстоятельствам предусмотрен разрыв контракта со стороны Министерства обороны. Сейчас, в наше тяжелое время, которое происходит в нашем государстве, что люди, которые любят свою родину, уважают свое государство, должны выполнить свой определенный долг, даже в заключении контракта, я считаю, если раньше проходили на службу два года, и это считалось, как отдать долг родине своей. Но я думаю, сейчас мнение, что надо все-таки пойти послужить по контрактной службе, отдать свой долг, доказать своим и себе, своим близким, что у них есть защитники Отечества, которые готовы в любой момент защитить и стать на защиту своих семей, своего дома, своего государства. Внимание обращено на повышение престижа воинской службы. В этом и заключается само отношение нашего державы и со стороны президента, и Верховной Рады, видно по определенным льготам, которые нам предоставляют. Это первое повышение в этом году, я считаю, серьезное и основное, повышение денежного удовольствия военнослужащим. Рядовой солдат по первому году службы, который прибыл в часть, будет получать от 7 тысяч гривен. И в зависимости далее от его морально-психологических качеств, от его профессионализма, от дальнейшего прохождения его службы, то есть получения дальше звания, квалификации определенных. Ну, надбавок прослужил, первый год с контрактом, начинает повышение после 5 лет, естественно, у него процентная ставка растет. Получил он определенное звание, естественно, у него еще больше было. Получилась он классность, у него специальность, получил классность третьего, второго класса, то же самое у него будет повышаться это все. Если на боевых дежурствах дежурит он, то, естественно, за боевые дежурства доплачиваются. Хотелось бы сказать так, что если человек в дальнейшем находится на контракте, направляется в зону боевых действий, то, естественно, ему будет доплачиваться определенное к денежному содержанию выногорода, так сказать. То есть это будет от 5 тысяч гривен, 5 тысяч гривен, если он находится непосредственно в зоне боевых действий. То есть дополнительно к 7 он будет еще получать 5, если он солдат находится, это будет 12. При прибытии в часть, опять же, где он будет после окончания учебного подразделения или в других учебных каких-то заведений, получает денежное довольствие написать на командира части рапорт, что ему выплачивается подъемное пособие. Выплачивается также нам в год материальная помощь. Выплачивается, так сказать, согласно руководящих документов, денежное довольствие на оздоровление. Это когда человек уходит в отпуск, военнослужащий, ему опять же что-то выплачивается все. Со всеми надбавки в виде денежного ему оклада посадового. На Схиде находятся подразделения и части, которые дислоцируются на своем пункте постоянной дислокации. Там формируется определенное подразделение, которое происходит замену других ребят, которые находятся там. И я так думаю, если прям определенные условия сложились, и не обязательно, что контрактник будет находиться в зоне боевых действий. Предварительно, пройдя в части, когда он прибудет после учебного подразделения, он будет, естественно, в учебное подразделение, он будет от 4 до 6 месяцев. После этого прибудет часть распределения получил по наряду, он прибывает свою часть. С ними будут проведены, опять же, определенные занятия, беседы, прохождение психологических тестов. Штат воинских частей сейчас развернут и позволяет с ними провести такие мероприятия. Психологи, люди военнослужащие и другие посадовые особы, которые находятся в части, которые занимаются, скажем так, психологическим состоянием военнослужащим. Будут с ним определенно проведут беседы, проведены будут определенные тесты, соответствующие там стрессовые. Пройдя эти все психологические тесты и пригодным к дальнейшему прохождению службы в таких вот условиях, то действительно он может быть направлен. Но если он не подойдет по некоторым определенным деловым, специальным качествам, может туда и не попасть. То есть я не могу сказать, что в воинской части, что 100% туда направляются. Военнослужащие полностью обуты и одеты. Производится в части питание, которое постоянно проверяется, на контроле есть. То есть ребята, которые находятся в службе части, они разговоры, как раньше был, что плохое питание или там какое-то там манерование, такого сейчас нет. При привычке в часть, финансовая часть, которая находится в части, опять же прибывает он туда, там по определенным видам службы становится на удовольствие, в том числе и финансовые, где у него берут определенные данные. Ну как везде в банке заключают договор, там ему выдают эту карту. И начальник финансового забеспечения, как у нас службы финансовые, производит на счет денежного содержания на эту карту. То есть эту карту он может и дома оставить. Лица, которые погибли при исполнении служебных обязанностей, им выплачивается компенсация в размере 630 тысяч гривен. Контракт заключается непосредственно в части, с командиром части. Военно обязанный либо призывник, если он 18 лет, естественно он призывник, мы на него формируем дело. После заявления, проходения медицинской комиссии, мы на него формируем дело. После чего, когда у нас по распоряжению областного военного комиссариата будет создана команда, мы направляем его в Одессу, на сборный пункт. После чего группой, они убывают, учебное подразделение, и там проходит учебу. Женки тоже могут приняты быть службы по контракту, опять же, но опять же, женки с родной специальности, связанные с прохождением воинской службы. То есть связи, метрологи, которые связаны с прохождением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова